Я ученик 8 класса, пишу из подмосковных химок. Школа не самая плохая относительно других школ России. Свежий ремонт, выглядит неплохо. Нашу директрису, которую я помню с первого класса, недавно заменили каким-то молодым для директора, самовлюбленным карьеристом, который больше походит на какого-то менеджера, чем на директора школы. Старшеклассники даже создали группу, где они шутят и делают мемы про любимого директора. С приходом на местника поменялось его окружение. Уволились некоторые учителя и социальные работники. Среди них были и неплохие люди. Но это ладно, дело даже не в этом местничестве. Среднее образование у нас, как и во всех школах нашей страны, разрушено. Его цель теперь не дать хотя бы общие знания о мире, не дать человеку истинное понимание истории. Нет. Вместо этого людей у нас делят на гуманитариев, технарей и просто тупых. Девчонки у нас сегодня любят больше украшать себя снаружи, забывая про внутренний мир. У пацанов в основном голова забита грязью и помоями, которые льются от разнообразных видеоблогеров. Все дружно верят великому Илье Муромцу, который наведет порядок в стране. В роли богатыря, как правило, для наших старшеклассников выступает Алексей Навальный. Кто-то верит в Путина. Почему я против этого разделения на профиле в школе? Да потому что все остальные предметы отходят на второй план. Зачем гуманитарию математика? Или зачем технарю языки и история? Такое мышление господствует во многих головах и, признаюсь честно, господствовало и в моей голове, пока не случился переворот в сознании. По мне так, каждый человек должен иметь хотя бы основные истинные знания о мире и владеть хотя бы в какой-то степени диалектической логикой, и уж тем более логикой формальной. Каждый человек должен владеть хотя бы основами политэкономии, истории и тому подобное. Однако не стоит забывать, что базис у нас буржуазный и надстройка тоже. Школа является неотъемлемой частью надстройки, соответственно, наука, которая преподается, у нас буржуазная, реакционная. Именно поэтому на уроках общества знаний и экономики никогда нам не расскажут и не обнаружат противоречия капитализма, не дадут истинное представление об обществе и его истории, но зато будут проводить нам уроки финансовой грамотности, где расскажут, как выбрать правильный банк для кредита. Сегрегация общества неизбежна, такова природа капитализма, и эта сегрегация проявляется повсюду. Я все более и более осознаю всю горечь ситуации и все более и более понимаю, что я готов связать свою жизнь с этой нелегкой борьбой, угнетенных за свое освобождение. Будущее не за либерализмом, не за героем вроде Навального, а за пролетариатом, рабочим классом, и только борьба рабочего класса способна дать свет образования людям. Только этот факт меня и побуждает заниматься самообучением, а затем вести агитацию. Конечно, моя агитация довольно слабая и распространяется только на одноклассников или моих родственников. Толку от такой агитации мало, поначалу многие просто не хотели прислушиваться. Что путинцы, что навальнисты. Все они противятся в ответ. Мои родственники часто еще называют меня мечтателем и более того, каким-то закомплексованным, обиженным на все и вся мальчишкой. Но думаю, что и они поймут, будущее не за сказочным героем, и мир еще повернет к социализму, зная еще и тех, которые верят в научно-технический прогресс, в век технологий, думают, что роботы или андроиды заменят человека и изменят мир, что машина станет человеком. Однако о каком прогрессе можно говорить с таким чудовищным делением людей на различные классы, с такой сегрегацией, с таким образованием, если нас уже сейчас сортируют на гуманитариев, технарей и тупых? Во время спора я все это припоминаю. Люди обычно молчат или изворачиваются. После таких споров невозможно не задаться вопросом, когда уже человек проснется и вспомнит, что он человек.